Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемая психозеологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Сейчас на ваших экранах вы видите 4 папочки с названиями 4 основных методик, которые каждый работник потенциально опасного производства должен проходить при проведении в отношении него входного, периодического и предсменного контроля. В частности это методики MMPI, PZMR, РДО, ССМР, сложная зрительно-моторная реакция. Давайте начнем с первой из этих методик. Эти методики являются обязательными, давайте откроем методику пробу, скорее всего методику PZMR. Вот она так выглядит папочка, открываем ее, здесь мы видим папочку простая зрительно-моторная реакция. Сетевая версия, максимальная версия нашей разработки. Откроем эту папочку и в этой папочке мы с вами видим инструкцию пользователя. Это дополнительный материал, бордовский документ, его можно распечатать, можно ознакомиться. Он достаточно большой и там изложена вся теория методики простая зрительно-моторная реакция, формулы, способы подсчета, работы и так далее. Далее идет папочка под номером 2, UF, AM, автоматизированная методика, установочные файлы, автоматизированная методика, простая зрительно-моторная реакция. Ну и кроме того идет теория и инструкция к непосредственно проведению этому тесту. Тут инструкция пользователя, нормативы указаны по PZMR, это самое главное золотое зерно в этой методике. И соответственно существует некая интерпретация простой зрительно-моторной реакции. Давайте я вам покажу как выглядит методика установочная. Захожу в папочку установочные файлы, AM, автоматизированную методике PZMR. Открываю и собственно мы здесь с вами видим папочку результаты и файл, исполняющий файл PZMR.mde. Давайте я его нажму, два раза на него кликаю и запускается главная кнопочная форма методики PZMR разработки научно-прикладного центра АКМЕ, лаборатория психологического обеспечения. Обратите внимание, методика не зарегистрирована, то есть вот здесь регистрационный номер и соответственно она пишет, что программа не зарегистрирована. Предлагается нажать кнопочку регистрации, если я ее нажму, программа предложит ввести ключ регистрации. После того как ключ регистрации вводится и нажать на эту кнопочку зарегистрировать, программа становится зарегистрированной. Давайте я вам покажу как это выглядит. Отсюда я выйду, зайду в папочку PZMR, также зарегистрированные методики. У меня также я специально для этого видео зарегистрировал эти методики MMPI, PZMR, PZMR, RDO. Открываем методику PZMR, также видим папочку установочные файлы, сетевая версия, максимальная версия и заходим в установочные файлы. Запускаем файл PZMR MDE и мы с вами видим, что методика PZMR, простая зрительно-моторная реакция, программа зарегистрирована. То есть подготавливаясь к этому видео, готовясь к нему, я зарегистрировал эту методику у себя на моем компьютере. Ввел специальный ключ регистрации и программа стала официально зарегистрирована. Далее мы переходим к настройкам. Нажимаем настройки и тут надо сделать одно простое действие. Два пути, указать папочку сохранения шаблонов и баз данных. По прохождению психологического обследования по данной методике будет создано два Excel файла. Первый Excel файл будет содержать в себе базу данных, в которой будут последовательно сохраняться все лица, которые будут проходить обследование на этом компьютере. Ну в частности в данном случае на моем или на вашем, если вы приобретете эту методику и будете ее использовать. То есть будет сохраняться Excel файл со всеми проведенными в отношении работников лиц результаты по методике PZMR. Кроме того, будет создаваться второй Excel файл, который будет содержать индивидуальный результат по каждому обследованию по конкретному человеку. То есть последовательно Иванов Иван Иванович, Сидоров Сидор Сидорович и там я не знаю еще кто-то. Соответственно в данном случае методика полностью настроена на моем компьютере. Если мы сейчас нажмем начать работать, то предложится заполнять исследование обследуемого лица, предложится заполнять его данные. Здесь можно и нужно обязательно ввести любой номер, любой абсолютно. Это может быть номер личного дела проходящего обследования. Пустим цифру 1, следующий будет пускай под цифрой 2. Специалист конечно обязательно должен ввести журнал учета обследуемых лиц на бумажном носителе, как это требует 749 приказ Минздрава Российской Федерации. Далее вводится фамилия испытуемого, имя, отчество, выбирается из выпадающего списка его пол, мужской или женский. Соответственно вводится возраст по маске ввода, то есть предположим 11.11.1977. Далее образование, выбор из высшего, незаконченное высшее, средне-техническое, средне-профессиональное среднее. Пускай это будет средне-техническое образование. Здесь статус, мы обязательно должны прописать какой-то статус. Ну допустим это будет предприятие, Качканарский ГОК или там еще что-то, любое название вашего предприятия, аббревиатура. То есть название вашего предприятия. Далее можно изменить нормативы по этой методике. Процедура изменения нормативов очень подробно прописана в инструкции пользователя, которую я показывал вам в вордовский файл. Очень-очень все подробно прописано. Соответственно мы вводим сюда наше предприятие и нажимаем кнопочку обследования. Программа перейдет на... Это имеется ввиду нормативы индивидуальные, можно ввести для конкретного Иванова Ивана Ивановича, предположим. Он прошел 2-3 раза обследование и соответственно специалист может корректировать от общих нормативов, общепопуляционных, введенных изначально в этой программе, он может корректировать в сторону индивидуальных нормативов по конкретному работнику вашего предприятия. То есть можно изменять индивидуальные нормативы, это большое достижение. Во многих других аппаратно-программный комплекс КАП-801 оператор в частности не позволяет это делать. Здесь же это можно сделать и поменять количество проб предъявляемых испытуемому, количество стимульного материала, там 20, 25, 30, 40, 50. Но мы по своему опыту используем это. И соответственно существуют общепопуляционные нормативы нами разработанные и прошитые вот в эту программу. Их тоже можно поменять, общепопуляционные нормативы после того, как вы наберете свой объем данных, свою базу наберете, можно будет зайти и изменить эти нормативы. Ну и кроме того, естественно можно ввести, как здесь написано, индивидуальные нормативы уже применительно к конкретному Иванову Ивану Ивановичу или допустим Сидорову Сидоровичу. Изменить и сделать их индивидуальными, что еще уточнит и более сделает более точные результаты по данному конкретному работнику, человеку. Если же их не менять, то обследование будет, программа будет все рассчитывать, все формулы, их очень много внутри этой программы, реально много. Она будет рассчитывать это все по общепопуляционным нормативам Российской Федерации. Если мы нажмем кнопочку обследования, значит, а заполните данное обследование, я не все заполнил, ну вот в частности, имя не заполнил. Все поля являются обязательными для заполнения. Ну и соответственно, вот сейчас я это все сделал, все завел. Здесь обязательно, еще раз подчеркну, прописывается ваше предприятие, аббревиатура, предположим, ГОК. И соответственно, при нажатии кнопки обследования предъявляется инструкция. Проверяется скорость вашей реакции, перед вами на экране в центре монитора будет появляться красный квадрат. При появлении красного квадрата вам необходимо как можно быстрее нажать левую кнопку мыши, и мы начинаем тестирование. Сейчас я этого делать не буду. Так, я закрою это все. Сниму пока задачу. Не суть в этом видео, все это показать. Одним словом, так работает методика ПЗМР. Будет предъявляться стимульный материал, красный квадрат и левые клавиши мышки. Испытуемую, соответственно, надо будет реагировать как можно быстрее на возникновение в центре экрана красного квадрата. По сути говоря, то же самое происходит с методикой ССМР, сложной зрительно-моторной реакции, только там идет реакция выбора на свет. В этом смысле необходимо будет использовать клавиатуру, левую и правую клавишу на клавиатуре, стрелочка влево, стрелочка вправо. Так оценивается реакция, сложная зрительно-моторная реакция. И далее, обязательной методикой является РДО, будет бежать палочка такая, и ее надо будет останавливать в воротах, чтобы вовремя среагировать. Человек может среагировать, оценка функционального состояния центральной нервной системы происходит. ММПИ это отдельная тема для разговора. Одним словом, возвращаясь к самой сути этого видео, для того, чтобы получить лицензию, как минимум, надо пройти вот эти 4 обязательные методики. Три пробы и одну методику ММПИ. Собственно на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.